Несколько месяцев назад я обнаружил деда в столовой одного. Я никогда не видел его таким напуганным. Он дал пустому стулу, говоря, прости, прости, снова и снова. Он рассказывал, что неделями каждый вечер у нас за столом ужинал мальчик. Видел его только дед. Деда научил дух его сына. Несколько недель назад мальчик прекратил являться. Мой дед винился. Чувствую его присутствие. Он здесь. Это звук, который вы уже слышите. Это звук. Добро пожаловать в Non-Believable. Чувствую опасность для жизни. Что произошло в хранилище искусства Лаоса Ланга? Я был целедним, кто говорил с ним живым. Чтобы продолжить этот подкаст, мне нужна правда. Что-то властное близится. Что-то... Это я. Невероятно. Оно хочет что-то от меня. Ух, еще есть. Оно прямо передо мной. Вы могли бы, э-э-э, прислать мне его фото. Не вижу препятствий. Вы попытались избавиться от него? Уничтать его? Да, безусловно. Оно подумал. Разбил эту штуку. Да, что угодно. Лишь бы это прекратилось. Но потом это... Это чувство задевает меня. Оно хочет мне что-то сказать, и я должен его слушать. О чем говорит? Что-то ужасное грядет. Я вам расскажу одну историю. Я за папу же некоторое время. Я думал, что если вернусь, поможет. Может, тебе отдохнуть надо. Нужен отдых. Мне нужна история. Но я застрял. Я боюсь дать объекту почувствовать непостижимую силу. Кто-то знает что-нибудь об этих кирпичах? Я слушал ваш подкаст. Это тот робот, которого я видел. Это зацепил. Это жестоко. Я пару понять могу. Что-то ужасное грядет. Я расскажу историю. Вам нужно просто слушать.